Всем привет дорогие друзья, с вами Можд, а мы продолжаем играть в Dishonored 2, и мы проснулись со странным чувством, тут что-то не так и нужно это непременно проверить. Так вот, собственно, тут я долго прервался, буквально на нельке полторы, потому что нужно было играть фарк, и собственно я ничего не помню, что произошло. Так, это я не знаю, открывал или нет, ребята, кому надо, тот прочитайте. Вот он, вот дурак, его пытался поцеловать, Мэган в машинном отделении, она даже не ругалась, я просто улыбнулась мне грустной улыбкой, словно наивному ребенку, который еще верит в домовых. И так далее. Так вот, мы проснулись, и возможно это какой-то сон чужого, или что-то типа того. Бездна, но на этот раз почему-то другая. Слышь, у меня есть еще нет? По способностям ничего нет, только силки. Алло, кто здесь? Старку удалила. Старку удалила тебя сюда вытянуть, не удивляйся. Чужой давным-давно отметил меня. Я заставила тебя бежать из твоей любимой башни и обратила твоего отца в камень. Бедняжка. Но в детстве мы с милой Джессаминой были близки, и у нас была тайна. У императора Колдуэна было еще одно дитя, рожденное в позоре Кухаркина дочь. Я сплю. А если нет, как дали лето удается? Ну ведьма она жесткая. В чем дело-то? Я же сказал, Лена. Когда ты растешь, возможно через год. Ты это в прошлом году говорил. Джессамина младше меня, но она уже при дворе. А ну открывай! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Обещаю. О, дорожка появилась. Так. Что еще мне скажешь интересного? Днем мы с Джессаминой играли в башню, а ночью я возвращалась в комнаты слух, к тараканам и жидкой каше. Ничего не изменилось. Папа-император говорил, что если я буду хорошо себя вести, то на следующий год вырасту и стану принцессой. А однажды Джессамина разбила какую-то дорогущую безделушку, и глава тайной службы застукал нас. Она свалила вину на меня, он отвел меня в беседку и выпорол. Ой, давай сейчас детские виды вспоминаете. Мои мать-то вори, и в ту ночь мы оказались на улице, без крыш над головой. Ну, ребенком она была, какая разница? Это я! В таком случае кто? Мы просто играли. Эти же Джессамина. Ваши версии забыть. Это она? Да любят. Она разбила. Ну, блин, ну, судить ребенка по поступкам это бред. Ну да, она жила в царской такой семье. Мы воспитали ее так. Ну и ладно, зачем вспоминать именно это? Давай еще более взрослый вспомни. Давай, давай. Мы с матерью жили в самых жутких кварталах, и в конце концов оказались в долговой яме. Джессамина быстро умерла от удара клинком, а моя мать мучилась много недель, когда жирный охранник сломал ей челюсть. Когда мать умерла, они меня выбросили. Я посмотрела на огни башни и поклялась отомстить. Я стирала простыни в бордель, а в свободное время рисовала. Потом Антон Соколов взял меня, скажем, в ученице. Чего? Я была хитрая еще до того, как меня отметил чужой. Я пережила множество опасностей. Привет, бойчур. Уйти, какая-то. Типа угроза, что ли? Твоя мать больна, ей нужна помощь. Сдохла твоя мать, пока ты шлялась. Все, девочка, кранты. Что? Нет. Мы тут мертвяков не держим, так что уже выкинули ее прочь. И тебе здесь больше делать нечего. Убила бы охранника. Ну, у каждого свои тяжелые были поступки, на самом деле. Ее тоже можно понять с какой-то стороны, но то, что она делает, я не поддерживаю, поэтому мы ее убьем незаметно. Сложно сказать, правду говорит любезная тетушка или нет. Да, без разницы. Она могла сюда вытерпеть и отомстить только тем, кто ей мешал. А ни тебе, ни Корват, ты тут вообще ни при чем. Ну, убила она твою мать. А сейчас-то что она приперлась? Это уже вообще не ее дело. Она уже с федьмой... Пусть в другое место идет, там командует. Окей. Когда я была маленькой, заговорщики похитили меня и Антона Соколова. Они привели его в паб, где уже держали меня, и заперли в собачьей клетке. Чего? И знаете что? Соколов просто смеялся над ними. Это ж я привел... Он давал мне уроки и рассказывал смешные истории. Он казался мне бессмертным. Его могучий разум изменил нашу эпоху. Теперь все иначе. Старик, которого я спасла, почти не говорит. Ох, блин. Это фигурно. Есть, что дают. Стонет во сне и кашляет кровью. Я думала, он поможет мне победить Далилу и спасти империю. Но теперь я даже не уверена, что он понимает, где находится. Ну, ему минимум месяц нужно отдохнуть после этих пыток. Ну, минус два гения за раз, это бред. Джиндерш ему, как выжили, так сказать, морально. Но Соколову нужно время. Серьезно, ему нужно время отдыхать. И вообще нельзя трогать. Сами справимся. Пусть старик это старик это. Даже в песне. Но я могу так мало. Мама? Это был не сон? Это я виновата в злобе долины? Нет. Это она устроила переворот. Наш выбор меняет мир. Я чувствую, что скоро я буду в Англу. Мама. Мама. У тебя вовсе жестокий мир. У тебя осталось так мало союзников. Ну, и зато есть финишка. Было. Так, это Антоха у нас. Что, бутылка? Окей, что делать, что делать? Ну, я хотя бы сама. А вот, новая заметочка. Соколов безопасность я вас послала. Вот, ребят, кому интересно, почитайте. То же самое, что только было, но в тексте. Так. А что поместить у меня? Обсудить планы с союзником. Би, или союзником. Где он? Где союзники-то? Я что-то не понимаю. Может быть, она, наверное, как обычно внизу ушляется. Мэган? Наверное, вот. А, да-да-да, она обычно здесь нас напитает. О, хорошее. Антон, сразу после плена вы едва могли говорить. Но прошло три дня. Они пытали его. Он весь в синяках. Далила на троне. Мой отец пропал. А это Антон Соколов, величайший мыслитель Империи. Жена-то, Эминни. Мэган права. Я могу заставить электричество течь из одного конца комнаты в другой, но Далила за пределами моего понимания. Отправляясь на Сирконус, я надеялся забыть о прошлом. Но когда начались убийства, я понял, что не смогу остаться в стороне. В том времени, когда мы с Мэган выяснили, что в убийствах замешан герцог было уже поздно, королевский убийца пришел за мной. Они оставили меня в живых ради моих знаний. И я кое-что видел. К Джинношу часто приходила Бриана Эшвард. Брианка, что ли, наша? Она куратор королевской кунсткамеры. Да, Эшвард столь же одержима оккультными науками, как и Далила. И сейчас она работает над неким устройством под названием Оракул. Что-то стрёмное. Вы оба ее совсем не знаете. Эшвард помогает Далиле, а значит, ее следует уничтожить. Кто знает, на что способно это устройство? И что задумала сама Эшвард? Так, собственно, назвал мужичок герцог Калука Абболи. Потом эту, кто это? Королевский убийца, Джиндаш, наверное, или что-то типа такого. Что-то непонятное. Сейчас, сейчас, мама, я... Окей, ладно. О, все, идем к шлюпке, пойдем. Когда решите отправиться в кунсткамеру, приходите к шлюпке. А ты типа переместишься? Ну, пойдем. Для человека своего возраста с этого... Смотри, у меня пропали все мои эти, как его, датчики, непонятно почему. Проходится, работать на память. Ну, вот шлюпка должна быть тут. Господи. Все это так набегает. Хорошо, с другой стороны шлюпка. О, а вот и ты. Мы возьмем шлюпку. Не хочу без нужды подводить падший дом к берегу. Правильно правильно. В садах Кирии, рядом с кунсткамерой, есть небольшой док. Я могу доставить вас туда. Ну, в путь. Давай. Кубана, масхировка. И отправляемся. Кролевская кунсткамера в плену Антон Сколов узнал, что одной из важнейших соратниц Далилы является Брианна Эшфорд. Именно Эшфорд разработала план перевода в Дануэль. Переворот в Дануэль. Она могущественна, у нее много тайн. Она собирается создать для Далилы некое странное устройство. Брианну Эшфорд следует устранить. А вот таким образом решу сегодня я. Скорее всего мирным, потому что мне нужен маленький хаос. Для хорошей концовки. У входа в кунсткамеру будут гвардейцы. Внутри что угодно. Эшфорд водит дружбу с очень разношерстной компанией. И ее друзья могут оказаться весьма опасны. Я вот Жидуша даже была в гостях. Я еще могу. При случае мне хотелось бы узнать, как вы познакомились с Эшфордом. Не сомневаюсь. Поверьте, Эшфорд очень важна для Далилы. Это подводит нас к другому вопросу. Вы могли бы вывести Эшфорд из игры с помощью аббатства обувателей? Судя по всему, наместник наблюдает за Эшфорд из тайного хорпоста рядом с королевской кунсткамерой. Загляните сперва туда, вдруг что найдете. Окей, без проблем. И помните, если Эшфорд все еще служит Далиле, она очень опасна. Ладно, наверное. До встречи. Давай, давай. Жди меня тут, в общем. Ну, либо позже подплавешь, как хочешь. Решай сама. Ноги. А я... Так, мне... Ух, я уже испугался, думал, не будет задания. Серьезно. Я уж реально перепугался. Что порога. Ничего себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Почти по 12-ти кто-то. Чего? Окей. С пари-бандюгами уже с самого начала. Монтажный инструмент, ворвань, медной проволоки. Все. Окей. Не стоит забывать, что в этом режиме очень по стелсу мне тяжело играть. Давайте-ка будем... Если это называется обедом, то я трупная оса. Вот, что я вам скажу. Так, это работники-то, я не понимаю, непонятно. Так, и давайте посмотрим на амулеты. У меня что за... Где-то ближайшие есть еще? Эээ... В берегу. Да фигища. Блин, один там. Прямо у того дома, мимо охранника, пройди. Так, по сути... Ну-ка, давай в сохранение. Он мне такой, будь начеку. А я им... А я начеку, а он мне... Ну-ка... Хорошо, так. Ну-ка, теперь-то я не... Есть ли тут окна? Должны быть. Это черный рынок, что ли? Прошу, прошу. А, здорово. Мое почтение. Один мой знакомый сидит в конторе, напротив кунсткамеры. Если пойдете туда, загляните к ним, ладно? Без проблем. Я бы сам зашел, но все улицы перекрыты. Я заплачу вам за труды. О! Я подумаю. Нашли что-нибудь? Да нет, что-нибудь нет. Добро пожаловать. Не спешите с выбором. Здесь больше... Посмотрим. Пара чертежей у меня найдется. Что это такое? А-а-а-а! Вот как это... Только сейчас я разобрался. Господи! Снаряжение мне нужно. Пойдем, 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 пойдем. Вот это мне нужно определенным. Так, давай. Полагаю, подарочная упаковка не нужна. И вот это. Побольше амулета пусть у меня будет надета. Так. Ну, а остальное... Можно и, пожалуйста, патрончиками. А-а-а-а... Десять десяти. Вот так. Я очень мало, поэтому дайвай-ка мой. Я не купил руну, но я сюда еще вернусь. Позже. Либо ограблю как-то его. Смотри-ка, пентель. А-а-а... Добро пожаловать! Не спешите с выбором. Ладно. Хорошо, теперь давайте я поставлю амулеты какие-нибудь. Какие у меня есть и по поводу руну. У меня сейчас 7 руны, я могу что-то себе вкачать. Наконец-таки можно это сделать. Смертельная тень в состоянии амулетов нет. Нет. Духа бездна, чарующего людей и собак нет. Более скрытная форма. А-а-а... Задим фейшскую форму. Фига себе. То есть я прям буду невидимой, да? Домино. Убийство не нужно, двойник тоже не нужно. Наверное, легкая тень. То есть легкая... Ну, не следует подходить к врагам слишком близко. Они могут что-то заподозрить. Можно убить одного врага. Или кто-то, по-моему, он на этом меня спалит, да? Хорошо. А что, если тут улучшение? Красивые норы открывают новые пути. В более скрытом обличье вы сможете проходить через крысиные норы, добираясь таким образом... О-о-о! Определенно это мне нужно. Я часто хотел это сделать. Я со вас две руны. С быстрой тенью вы быстрее движетесь в скрытом обличье. Вот это круто. Вы, может, убили до двух врагов? Ну-ка, давай мне лучше, наверное... Вот это. До двух врагов обезвреживания. Хочу сделать. Всё. На какую-то кнопочку, это на восьмёрку. Окей. А? Чёрт. Что-то тут странное. Прокляну! Пойди! Пойди сюда! А ну, вернись! Не жди по счёту! Это мазит что-ли? Ух ты! Бежать! Нет! Что я делаю с ней? Не уйдёшь! Да ну! Нифигаси, чё! Офигеть! Это не... Офигеть! Я в шоке, ребята. Просто мне бум-бум-бум спалили. Как так? Вот тебе называется вышиво с домика, да? Ну, ладно, чёрт с ним. Так, плену, да-да-да. Где я был в сохранении последнее? Господи. Она выходит. Кто открыл дверь? Э? Ветер, наверное, или ещё что-то. Так. Чтоб они все в бездне сгнили. Мразью меня назвать. А, так вот что такое, да? Означает это всё. Офигеть! 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 Тут нет нигде. Это только там. Хорошо. Поднимемся наверх и оттуда уже всё посмотрим. Так, убери, пожалуйста, зрение. Но мне сейчас ни к чему. Тут всё замерто. Марта, выйди за меня! Там кто-то говорит. Так, мышка! Чёрт! Почему-то на место... Меня мышка стала, ребят, после времени подводить. Она стала зависать. Не знаю, с чем это связано, но... Чёрт, непрочная дверь. Что у нас тут? Оу, сведения! Я бы мог выбить ту самую дверь. Кардину можно украсть? Нет, нельзя. Так. Королевскую кунсткамеру или сведения? А мне что надо сделать? Встретили приятеля Версика. Вы сидите на местном мире. Обучите кабинет Брианы Эшфорд. Проникните в королевскую кунсткамеру. Это туда знакомый торговца. Жесть. Ох, как там их много. Не-не-не-нет, спасибо. Давайте я постараюсь, наверное, выбить как-то дверь. Или найти вонючую крысу. Так, там ещё можно пройти было повыше, кстати говоря. Где? Где я? я могу словно звери это сделать фейл он сюда идет, черт куда, 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 куда уйти, куда уйти мы не остановимся, пока не вытащим тебя из норы черт возьми, тихо, тихо, нет, 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 мне нужно, мне нужно зрение я очень сильно нашумел что? у меня она пришла что тут происходит? эй ты давай мы все сюда ну давай разберемся думаешь в этой фу? Спир ты своего рассказал, бомж лежать стенатели стенательницы, а кого они убили то? смотрители что ли? да, они жахнули смотрители хорошо, нас не видно и не слышно так, представим, что это была обычная потасовка а у нас тут данные а у нас тут данные Бриан Эшвард куратор королевской кунсткамеры по-моему Эшвард как-то связан с оккультистами из Карнаки происходит нечто, чего я никак не могу понять смотрите ли, лицо аббатства но наши сестры из ордена оракулов не менее важны буду говорить все в порядке с ними происходит что-то чрезвычайно странное характер их предсказаний неуловимо меняется кроме того, я вижу незначе действительно, но неприятное что-то неудачно детей уже два года мои соперники тут же обвинят меня в ересе возможно ли, что Эшвард проникла в орден оракулов наместник Бирн считает, что Эшвард лезет в дела ордена оракулов если это действительно так это еще одна причина для ее устранения возможно, возможно но устраним мы ее, как я уже сказал, мирным путем хорошо, в королевскую госткамеру но нет, вначале мы пойдем к торговцу но вначале опять-таки еще я хочу подняться наверх к тому парню, который там у нас сидит это получается еще выше а нет, еще выше уже некуда что же я тволью то? камень не видно и слышно сегодня банный день меня уже тошнит от собственной войны хорошо чуть-чуть мы прошли и я упустила только одну руну которая была у торговцев далее все остальное находится именно здесь она трубы там безопаснее вот так сохраняшка из нее никуда смотрел и сказал что все в порядке он взглянул на стену и полез проверять ветряк а что вчера такой был ветер я думала ветряк рухнет световая стена мигала и искрила как сумасшедшие запертый изнутри чёрт так стенатели они явно не любят окна везде закрыты все заперто изнутри чёрт как-то надо пройти наверх возможно наверняка ничего страшного ну собаки лают или еще что у всех нервы на взводе нет тут некуда идти хорошо то если тут идти некуда и тут заперто чёрт побери что же твой кто здесь выходи уже дышать нечем паспи дорогушек тебе нужно отдохнуть это был хотя бы кстати говоря опытный боец горли пересохла чтобы пройти в этот дом наверно стоит всех их вырубить где вы болтаете да ты должен отвернуться мужик так еще два но мне они уже и не нужны отлично идти к себе тут даже такое работает кто-то долго молчит они смотрят я верно служу тебе я верно служу тебе да 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 что у вас тут и говорили что надо учить слава грошадь и гофти господи сниматели тут уже другое оружие тут нужны мммм оруженные мины думаешь ты там в безопасности нет но я сделаю вот так хорошо готовы а кто здесь не заставляй меня за тобой носиться хорошо минус две магички так сказать так что у нас тут согласен так 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 блин зря на нас не подрался можно было сделать его по стелсу но они сами виноваты собаки давайте в следующий раз поосторожнее буду проход наверх уже выяснили что случилось с перлтон и колберсом по моему они сбежали любовь в них наверное нет она пропала на день раньше чем он а его пистолет нашли в канаве ооо меня за лоха держит смотри-ка ты думаешь что я не могу это против Батя проходит. Спокойно. Так, не показывает, да? А, нормально. Какого хрена ты стреляешь? Всё, я надеюсь? Больше ловушек нет? Чуть-чуть меня жахнуло, ну ладно. Так, Игз наверху у нас должна быть вкусняшечка. Где-то здесь. Вот она, алтарь чужого, да? Чуть-чуть меня. Всё бы кончилось несчастным браком и шагом в тёмную дневную воду. Но перед тем, как её отправили под венец, столько лет назад она встретила Далилу. Угу. Потом были только дороги и кладбища. Она не смотрит назад. Наместник Бирн весьма амбициозен. Но он действительно верит, что аббатство должно защищать людей от таких, как мы. Знаешь, в глубине души он был бы счастлив, если бы голова Брианны Эшварты казалась бы на пике. А может и твоя душа. Ну да, собственно. Давайте, наверное, на этом закончим. Я надеюсь, что это вам понравилось. И если это действительно так, то ставьте лайк, комментируйте, а также подписывайтесь на канал, если вы ещё не подписаны. А с вами был Моржд и... Всем пока и до встречи на следующей серии по, напоминаю, Dishonored 2. Пока-пока. Пока-пока.